Вы знаете, мы как-то, ну, иногда говорим, что, да чаще всего говорим, что вот никто ничего не помнит, что для нас там все эти жертвы не важны, там, вот народ любит Сталина, он у нас там на первое место, как имя России выходит, ну там на второе. Это неправда. Люди вообще прекрасно это помнят. Это, наоборот, такой довольно тяжелый код отношений нас с нашим государством. Мы все время помним, что это то государство, которое массово уничтожало своих граждан абсолютно невинных просто из-за идеологических расхождений с ними и считало себя вправе это делать. И вот это представление о государстве как о палаче, который при этом в своем праве, оно очень много определяет в наших отношениях с государством, мы не можем с ним помириться. Это воспроизводится из поколения в поколение. Нас от сталинских репрессий отделяют, ну, как бы это деды, и от позднесоветских брежневских это отцы. Это небольшое расстояние для того, чтобы это забыть. Для меня это скорее именно путь, ну, не знаю, примирения. По крайней мере, понимание, что это другое государство. Вот то, в котором мы живем, и то, которое так поступило со своими гражданами, это два разных государства. Теперь о ситуации с финансированием. Проект «Последний адрес» распадается на две части по финансированию. Одна – это сами памятные знаки, которые должны финансировать граждане. Сразу у нас по замыслу так было. Вот я хочу, если в моем доме кого-то взяли, арестовали и расстреляли. Либо ты хочешь своих родственников, знакомых, кого-то, как он ты знал, на других каких-то домах. Вот это отметить. И делается эта табличка, значит, вот она висит. А вторая часть – это на запуск проекта. Собирать эти базы, как-то организовывать процесс изготовления этих табличек, проверять. У нас были договоренности вполне неформальные с московскими чиновниками. Но по мере того, как сейчас политическая ситуация как-то пошла в сторону такой осажденной крепости, они сочли, что сейчас это очень неправильно, что это их как-то подставит, так, что их, возможно, не похвалит за это президент. Сложилась вот такая формулировка, что московское правительство не одобряет эту инициативу. Ну сколько можно просто говорить, что мы не забудем, не простим. Ну давайте как-то и сделаем что-нибудь. Ну это неудобно говорить. Вообще говоря, мне кажется, что это долг перед мертвыми.